I have ways of blowing things off. I need to find this Tom has to get back to the house. I need to find this Tom has to get back to the house. I need to focus on the house. When I come close to the house, the camera is not focused on the house. I need to find the house in the house. I need to find the house in the house. I know that things, which we will be able to convey in the past, they will be like this. So... 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 You're here. You're here. You're here. You're here. You're here. So... You're here. 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 There's all... Hot耶. I couldn't talk about this. So... man? Man a fuck... And did she just pray? Well, you didn't work. But you did something about you. an image, but... Since then yes. Hindi it goes... My beard captures. Now you've been here. It's natural trees. You have to be no longer. So... Well, of course. Now you're here. Okay. Понимаю, это все очень неожиданно, но ты только представь себе, твой... Лист закрывается с таким же звуком, послушайте. Так, ладно. Да я не вижу, нифига, уберите чертову колонну. То есть сюда до сих пор можно посмотреть, но ты там это, хоть до завтра заленчись. Погоди, мне тут надо вещь осмотреть. Вот, картина, картину вижу, вижу, вижу. Сейчас, опа. Незабываемый отдых на берегу озера. Quality time by the lake. Там ничего? Ладно. Да, да, иду уже, иду. Что же такие нетерпеливые-то, а? О, отлично. Ну, нам туда, видимо. Мячик-то тоже призрачный у нас, вроде как, не? В прошлый раз он пропал. О, сплит-скрин появился. Привет. Ты меня напугала. Хорошо получилось, да? Таша подпрыгнула. Она без руки. Я печаль. Марианн. Марианн. Печаль? Это твое имя? А то ты вполне жизнерадостная. Печаль, то есть, ну да. Ну, я помню только его. Друзья звали меня как-то по-другому. Ну, нафига себе, от тебя ничего не осталось. Я забыла, как именно. Твои друзья? Да, у меня тут было много друзей, но... Теперь их больше нет. С ними что-то случилось? Я не хочу об этом говорить. Ну, хорошо. Ты тут живешь? Совсем одна? Ты живешь здесь? Я себе. Угу. Ты не представляешь, как мне бывает скучно. И поэтому ты останешься со мной. Представляю. Раньше здесь, наверное, было... О, да, куча народа. Постоянно приезжали, уезжали. Всегда было с кем поиграть. Наверное, было весело. А, ну, теперь нет. Ну, расскажи, что случилось. Скажи мне, что случилось? Я помню, люди перестали приезжать. Осталось всего несколько человек. Но они стали очень грустными и злыми. Они могут тебе навредить. Спасибо за предупреждение, но я могу за себя постоять. Что, тупая, что ли? Послушай, а ты не видела тут... Мариан? Мариан? Что? Ты играешь со мной? Хоть немножечко. Само так давно никто не играл. Хорошо, хорошо. Но сперва помоги мне. Да, конечно, Мариан. Я ищу человека по имени Томас. Ты знаешь его? Дай подумать. Я слышала это имя. Ну вот, где? Подумай. О, да. На третьем этаже. Давай искать там. Пойдем. О, пойдем. Я не пойду. Черт. Я хочу туда подняться. А, ты не... Я понял. Тебе нужно, чтобы и твоя физическая оболочка могла пропихнуться, и моральная, да? Так. Лифт. Ну, лифт, естественно. Ха-ха! Сейчас лифт будет работать. Ага. Что? Блин! Откуда здесь электричество? Ресторан Нива. Народный выбор. Ну, и все такое брендированное. От этого, знаете, аж пахнет вот этим вот девяностыми, восьмидесятыми. Комната отдыха. Самое безопасное место для ваших детей. Нива! Так, ладно. Эта лестница у нас сломана. Знаете чего? Там... А, там просто получается преграда, да? Да. Там у нас получается просто преграда, потому что в реальном мире этого места не существует. Давайте мы с вами пошаримся по духовному миру. Здесь еще немножечко и глянем, может быть... А, так и тут, и в физическом еще можно что-то найти. Весна. Новости, информация и полезные советы для современной женщины. Колодцы предков. Новый детективный роман Иоанна Хмелевской. Иоанны Хмелевской. Эксперты отвечают на вопросы читателей. Десять техник шитья модных юбок. Женский журнальчик, однако. А, прикол. А тут ничего нету за... А, знаете, чем мне сейчас напомнило? Сумрак. Первый... Первый или второй уровень сумрака из... Помните? Ночной дозор, дневной дозор. То есть, как там описывался первый и второй уровень сумрака, когда здания все еще существуют, но они выглядят по-другому. Там, если кто-то читал когда-нибудь, чем глубже в сумрак, тем меньше остаются детали от настоящего мира. То есть, здесь у нас до сих пор есть гостиница, здание, лифты и все дела, но уже не существует части стен. Это реально выглядит как первый или второй уровень сумрака. Прикольно. Лифт. Лифт работает. Как лифт работает? Не подскажешь мне? Она... А, прикинь... На третий этаж. Но есть же еще и этот? Поехали посмотрим, что там. Печаль. Жаль, что я не знала и настоящего имени. Печальная печалька. Окей, Мариян, просто возьмите глубокий вдох и... Сделай глубокий вдох. Вдох. Нажмите, чтобы выйти из тела. Отпусти себя. А, это можно... Вот и распределительный счеток. Нужна энергия, чтобы подать на него питание. Энергия, да? Надо поторопиться. Почему? Меня что-то может сожрать? Вон, я вижу, по-моему, энергию. А, тут можно спуститься. Выходи с тела. Это похоже на пожертвение, что если через тюрьму задержаться, тебя может затянуть. Черт. А, нет, все правильно, мне сюда. А, я растворяюсь! Так, Мариян. Братите... Надо запустить лифт. Блин! А, я могу моментально Я понял А вот это интересное кино Ладно Хорошо Это мне довольно понравилось Я почитать не могу Так, я здесь То есть изначально я на лифты посмотрел Как на издевку Потому что Что я могу здесь увидеть Ну, дыра в полу, да, и что Потому что как здесь могут работать лифты А, нет, нормально Здесь никто даже не подумал выключать электричество С этим все хорошо Так, картина известна во многих странах художника Ричарда Тарковского Впервые в доме отдыха Нива С 14 по 30 июля А, с 14 июня по 30 июля 82 года Да Понял, спасибо Искусство, все дела А я же мог поехать сразу на второй этаж Или где, или что А ты не можешь обратно Там же есть лестница Ты можешь, пожалуйста, влиться Влиться обратно, не? Черт Когда происходит Ну, то есть я понимаю Не, минуточку, минуточку, минуточку Я же могу духом отдельно бегать Почему я не могу, блин, своей тушкой отдельно бегать? Там же явно есть проход по лестнице Ну ладно Поехали, что ли, дальше Ну, не знаю Вот это Ну, то есть Если я могу отдельно отрывать душу от тела Почему я не могу отдельно телом ходить? Там же была лестница Так, куда она делась? Так Митинг рум Комната встреч Менеджер с офис Понятно Комната менеджера Комната для собраний Или для встреч Я могу тут Это не я сейчас иду, если что Что это? Что это? Дайна Это сохранение прилетело, я понял Окей Так, тут мне не пройти У меня ничего нет А что у меня должно быть? Может какой-то ключ Мне немножко не нравится, что я не могу сделать наоборот То есть там явно Двери нету Я своей физической оболочкой туда мог бы пройти Духовный щит Духовный щит Круто Круто Так Тут явно можно что-то сделать Ключ Это в ту комнату, я понял Назад Идем Нет, идемте до конца Сходим Этого коридорчика Уж так уж и быть Потому что, ну Явно нам потом в ту комнатку Это кожа? У меня нету ни ножа, ничего подобного Так Хорошо, чешем в ту комнату Закрытую Хорошо Хорошо Ооо, я понял Погодите, там проход через сортир Значит, в этой комнате надо пола А это я пролезть, что ли, там смогу? Тут больше ничего нету Я понял, когда действия появляются одновременно То это значит А То есть просто Угу Так, сфокусироваться Это мы просто Заглянули в дырку, да? Хорошо Теперь тут есть проход Через ванную В эту комнату Там же эти насекомые Кстати, я теперь не знаю Смогу ли я туда как-то пройти Не смогу Честно, от От Такого Да Да, я не знаю Да, я не знаю Да, я понимаю Просто дайте мне немного времени Просто дайте мне время Несколько дней Несколько дней Это чел, который разговаривал по телефону на улице Это чел, который устроил здесь Какой-то Какую-то диверсию Какое-то что-то Где-то Похоже, иначе никак Отлично Это комната Ощущается Мемори Одиночество В ней В комнате В этой В этой В комнате Блин, давайте сначала По комнате Пошаримся Скра слишком слаба Впитать ее не выйдет Как будто что-то не хватает Мне в вазу нужно что-то положить И тогда у меня хватит энергии Оп, здравствуйте Старый рецепт Знакомые медикаменты Даже слишком знакомые Пора читай Урсула Анна Ростковская Возраст 41 Вес 53 До рождения 30-й год Лечение Пипофизин И Буспирон История болезни Урсула Такая-то диагноз Депрессивное расстройство Истерический Истерический невроз Бессонница Недоедание Назначена Электросудорожная терапия Повторное продолжение Получение медикаментов Шесть раз Электросудорожная Фига себе Так Такое предметы Впирают в себя Много прошлого Нужно просто Так Используйте Ого Неплохо А, посол Ну, что Что за Мерить солнце О, господин Тарковский Не стоило Пожалуйста Это меньшее, что я могу сделать Благодарность за вашу работу Счастливое воспоминание Может, здесь не все так врачно и тоскливо Такое, что есть больше в этом месте Которое Счастливое воспоминание А, солнцем Счастливого времени Для моего Ясно То есть, найдя нужный предмет Я могу построить нужное воспоминание Похожие вещи Так, сюда я пока ничего не могу сделать Похожие вещи У нас были где? Блин, там тысячи Здесь Здесь их тысячи Надо больше энергии Надо больше энергии Это я понимаю, что надо больше энергии Мне нужна Грустная сиделочка В красных туфлях, кстати Угу Так, а вот это интересно Вот, видите? Это лекарство Идиот Глупая старая ведьма Если не до чего бы он сносился ко мне как-то иначе Это не просто горе Не просто отчаяние Это письмо сломало ее Сейчас почитаем Извинения Дорогая Урсула Ты, наверное, гадаешь, почему я пишу тебе письмо А не говорю с тобой лично Причина, к сожалению, очень проста Я пишу тебе, потому что я трус Я не решил себе лично сказать тебе то, что должен То, в чем необходимо признаться Мне невыносимо даже думать о том, что я разобью сердце Настолько чистого и светлого человека Урсула Дорогая Урсула Ты месяц Ты месяцы Те месяцы, что мы провели вместе Подарили мне счастье Ты всегда была со мной Как же чудесна была наша дружба Но это была лишь дружба Близкая, настоящая, безмятежная И навеки обреченной остаться лишь дружбой Прошу, пойми Не всегда было сложно довериться кому-либо Довериться кому-либо То, что мне пришлось пережить Сломило меня и изменило настолько Что ты представить себе не можешь Ты заслуживаешь человека Который будет тебя беречь И разделит с тобой горе и радость Как хотел бы я быть этим человеком Но, увы Невозможно описать твою боль Ведь в глубине души я понимаю Что на этом письме наша дружба закончится Прости меня Твой друг РТ А это случайно Так Медсестра Грустная медсестра Письмо с расставанием А, да, письмо мы, кстати, забрали Вращать Назад Она что, таблеток наглоталась И отъехала на этом? Так Минуточку, минуточку, минуточку А что вот это за картина? Я не могу посмотреть Спасибо, камера Так Ладно Что вы мне предлагаете? По стеклу похрустить А, я могу выйти на балкон Круто Я что-то об этом не подумал Ну, это, в принципе, логично Должна быть еще... Ага, не какая-то вещь здесь Черт Все разваливается Так Жаль, что у меня нет ничего острова Да, это да Пойдем О, Господи Я ненавижу это Так Как же медленно-то все Так, тут у нас Ничего нет Надо поскорее Ну, в крайнем случае Сделаю два захода Так Так Ничего нету Черт, 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 черт А тут-то что? Ау Твою за ногу На скримеры я не подписывался А, это ролик, кстати Ладно Тут у меня энергии не тратится, или что? Ух, легкие обосрадушки. Ладно. Спустите воду. Бритва! Есть! Вина, стыд, бритва. К сожалению, кто-то здесь покончил с собой. Используй, пожалуйста. Это я мышкой управляю, если что. Да, это было пугающе приятно. Ну, ладно, теперь я могу... Бритва-то у меня осталась, я надеюсь. Теперь я могу вскрывать подобные замки. Ну, грубо говоря, замки, да. Там было что-то еще, но теперь я могу туда пройти не только духом, сам. Ты! Я знаю, что ты там. Я хочу собраться с духом и вырезать тебя. Ты не достоин жить. Ты ничего! Ты ничтожество! Там были времена, когда я думала о том, что все это было. Но я слишком боялась, что меня может остаться на той стороне. На другом стороне. Всегда. Всегда. В смысле, навсегда, а не никогда. Ну, ладно. Я не... Сейчас только задумался. Не раз задумывалась, чтобы покончить с собой. Или ни разу не задумывалась. Я потом на записи пересмотрю эту фразу. Интересно. Блин, ребят, я понимаю, что потусторонний мир, все. Ну, давайте без банальных скримаков. Ну, не нравится мне такая вещь, как скримаки. Подсолнух, кстати! Это может помочь... Это воспоминание настолько ярко, что светится до сих пор. Обвинять мы не будем, но я знаю, куда его. Я что-то упустил только что? На подсолнухе надо было нажать Ctrl, да? Так, это вот этот вот туалет типа Сортир, из которого на нас зыркнули. Кто-то в этой ванной себя поприкончил. А, нет, вот это воспоминание, да? Погоди! Почему оно не складывается? Что я делаю? Я понимаю, что я мышкой этим всем управляю. А, держать в этом положении, все, я понял. Хочешь... Ну, какое безобразие. Не волнуйся, я все сейчас соберу. Я всегда буду рядом, любовь мою. Это человек. Тарковский. Он стал и пациентом? Так. Так, 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 погодите. Он ей подарил подсолнух. Она обрадовалась. Потом он сказал, что это была всего лишь дружба, и бросил ее. А потом, то ли со временем он, то ли он стал инвалидом, то ли с ним что случилось, и он остался к ней, грубо говоря, привязан таким образом. Сейчас, я быстренько вот здесь вот лутану. Посмотрим, что у нас тут. Может, конечно, ничего, но лучше убедиться. Подсолнух, я понял. Мне нужно вазочку вставить. Это будет мой источник энергии. Я выйти не могу. Поэтому мы сейчас чешем обратно, подсолнух ставим вазочку, питаем оттуда энергию, и с энергии щита мы проходим через вот этих вот тварей. Тут я более-менее разобрался с тем, что мне делать. Обратно на балкон, пожалуйста. Идем сюда к вазочке. Так. Вот тут, пожалуйста. Спасибо. А ты... Набери энергию. Отлично. Теперь... Теперь мы валим отсюда, я так понял, или что? Как мотыльки на пламя. Теперь я могу пройти сюда. Я сейчас на первом этаже, кстати, да? Вроде на первом. Туда я пройти не могу, жаль. Ты об этом пожралишь. Тебе будет очень жраль. Теперь у меня есть лезвие, чтобы на втором этаже пройти через кожаную складку. Вон ту. А, я могу это отодвинуть. А, ну это-то... Ладно, давайте сюда. Я думал, в другую сторону. Это мой шорткат, да? Хорошо. Давайте действовать постепенно. Вот. Да, развернись ты, овца. Это наш шорткат. И теперь мы можем... Да. Там вообще-то мотыльки, если чё. Да ну режь ты уже. Очень туго режется. У меня где-то есть шкала заполнения этой энергии? Или... Типа мне норм? Нет! 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 Блин, получается, меня почти убили? Управляющая, а? Так, а... Марианна! А? Печаль, пожалуйста, делай так больше. Я же не велела идти за мной. Печаль, не стердись, это огромное здание. Я заблудилась. Это просто не отставай. Хорошо, пойду хвостиком. Я стердюсь, как... Тик. Ты смешная. Это... Томас Рекович? Что? А, точно. Слушай, хан. Ты говорила, что вспомнила... Кого-то по имени Томас. Это был Томас Рекович? Он был тут управляющим? Ну, наверное... Ну, наверное... Как ты думаешь, он еще тут? Я не знаю. Тут был один старик, совсем недавно, кажется. Я думаю... Мы что-то был Томас? Ой, я не знаю. Старики все одинаковые, морщинистые, старые, фу. Эй, нехорошо так говорить. Ну, что ж, если мы его встретим, я пожалую с ним насекомых. Марианна, знаешь... О, я не думаю, что он должен быть здесь. Все хорошо, Печаль. Гляди, тут никого. Смотри, нет ни... Здесь. Печаль. О, старик. Интересно. Так. Все почти готово. Главное здание вышло еще лучше, чем я ожидал. Осталось доделать менее заметной части этого дома отдыхом. Черт, это идеальное место. Удаленное, тихое, скрытое, любопытный глаз. Хочешь что-то спрятать, положи на самом видном месте. Долго же пришлось убеждать, разрешить нам остаться. Но ничего, убеждать я умею. О, я наконец придумал... Назову его Нива. Это немножечко странно звучало сейчас. Тихое место. Старые счеты, какие-то документы, счета. Интересно, зачем их сюда сложили. Прочитать я не могу. Покрутить я не могу. О. Газетка. Отвоеванная история. Небо полыхает. По лесу разносится эхо взрывов. Искры сыплются на развалины когда-то неприступного форта Пуласки. Где-то, где в 45-м году шли ожесточенные бои с нацистами. Но в этот раз ночное небо озаряли не бомбы и снаряды, а фейерверки в честь открытия партийного дома отдыха Нива. На событии присутствовал партийный лидер, включая генерального секретаря, который произнес пламенную речь. Пусть земля, на которой наш народ самоотверженно боролся с захватчиками в дни мира и процветания, станет местом отдыха для рабочих республики, сказал он. Это историческое место, освобожденное от оккупантов в 45-м году. Силами Красной Армии сейчас проходит реновацию и вскоре будет открыто для посетителей. В конце июня партийный дом отдыха примет своих первых гостей. Вы построили санаторий на поле битвы, на костях сотен и тысяч солдатов. Ну как вам сказать, идейка? Идейка-то не в восторг какая. Так, ладно. Все, ребятушки, пойдем туда в кабинет этого перца в следующий раз. Вроде как прошло сохранение. В крайнем случае эти документы я потом быстренько еще раз прощелкаю. Мы их сейчас прочитали. Пойдем туда в следующий раз. Пока что спасибо, что были с нами. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, добра-бобра. Всем молодушек, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok